Продолжение следует... Гость в студии. Меня зовут Антон Никонов и сегодня в гостях нашей программы я приветствую начальника по делам молодежи управления администрации города Ульяновска Алана Загорова. Алана, здравствуйте. Здравствуйте, Антон. 2020 год объявлен годом молодежи в Ульяновске и городе. По этому поводу мы сегодня говорим с компетентным руководителем вышеупомянутой отрасли. Алана, давайте представим вкратце портрет молодежи города Ульяновска. Как он выглядит? Молодежь города Ульяновска выглядит очень активно. То есть молодежь у нас... Я всегда всем говорю, что мне очень нравится наша молодежь. Мне очень нравится то, что они у нас активные, то, что они у нас инициативные. Очень много интересных идей, с которыми приходят ребята. Очень нравится то, что они болеют за свое дело. То есть и всегда об этом тоже говорю. Даже вот за то небольшое время, которое я возглавляю управление по делам молодежи, ко мне уже очень много людей подходили с разными идеями, с разными предложениями. Конечно, мы все их рассматриваем, конечно, стараемся все поддержать. Естественно же, там проводим очень много мероприятий совместных. Поэтому, если говорить прямо в нескольких словах, то это очень активная, доброжелательная, здоровая и, самое главное, инициативная молодежь. Давайте затронем тему молодежной политики. Что это такое вообще и как она развивается в Ульяновске в том числе? Ну, в целом, молодежная политика, вот, интересно, я всегда рассказываю то, что приходит очень много запросов в управление по делам молодежи. И начинается все с того, что вот у нас будет мероприятие, вы не могли бы у нас провести такое мероприятие, а вы не могли бы организовать нам вот такое-то мероприятие. То есть, да, все обращаются именно к каким-то, ну, за какими-то определенными мероприятиями. Вот. И сейчас стараемся, чтобы у людей немного изменилось мнение и вообще отношение к управлению по делам молодежи, чтобы управление по делам молодежи воспринималось не как ивент-агентство. То есть, мы не создаем только мероприятия, мы не бегаем там по площади со всякими там праздничными какими-то там вещами, хотя это неотъемлемая часть нашей работы. Но если мы говорим о политике, если мы говорим о молодежной политике, то очень важно понимать то, что у молодежи есть определенные потребности и проблемы, как бы мы ни хотели, это так. И их нужно решать, в это нужно вникать, с этим нужно разбираться. Да, у нас есть очень много активной молодежи, но есть очень, ну, есть своя программа, в рамках которой проводится очень много мероприятий. Но молодежь нужно вовлекать, это и духовно-неразвенное, патриотическое воспитание, это и здоровый образ жизни, то есть, да, то есть проводить разного рода мероприятия в разных сферах, в разных направлениях. Но помимо всего прочего, мы понимаем то, что у молодежи есть желание трудоустроиться, трудоустроиться туда, куда они хотели бы, а не туда, куда получилось, или помогли мама с папой. Соответственно, здесь тоже я вижу, что управление по делам молодежи должно вносить свой вклад, то есть, работать в этом направлении. Я сейчас не буду конкретно погружаться в механизм определенный, то есть, если будет, ну, как бы, мы можем это все обсудить, но я думаю, что сейчас вот поверхностным таким большими мазками я пройду, если будет интересно, потом мы можем в дальнейшем какие-то определенные вещи уже более глубоко рассмотреть. Хорошо, давайте поговорим о молодежном самоуправлении. Политика, понятно, это там свои структуры, свои какие-то задачи, а вот именно молодежное самоуправление имеет место быть как совещательный орган основной власти или какие-то тоже привносить идеи непосредственно самой молодежи для того, чтобы их реализовать на территории города? Ну, если подразумевать под самоуправлением молодежи, то есть, их самоорганизацию, так как они, да, у нас собираются, определенные объединяются в какие-то определенные организации, движения молодежные объединения и так далее и тому подобное, то да, безусловно, мы наблюдаем то, что очень много молодежных организаций, как областных так и местных создается у нас на территории города и они безусловно очень активны у них есть ряд очень интересных проектов для нас которые мы вместе с ними пытаемся реализовывать подключаться к ним и да как бы это неплохо когда вот молодежь самоорганизуется объединяется в определенные организации то есть то что они идут в этом направлении это для нас большой плюс хорошо что нам не нужно пинать да как говорится грубо это слово не звучало то есть у них у самих есть вот эта инициатива который я говорил соответственно наша задача сейчас максимально облегчить им работу конечно же многие к нам обращаются за определенными там вещами то есть в части организационной методически или конституционной деятельности или еще какие-то определенные там бывают вопросы которые необходимо подключиться и решить и это очень радует единственное то что не все еще конечно же организации осознают роль управления в деятельности то что в принципе они не обязаны совсем недавно об этом говорил то что организации объединение да и в принципе любой молодой человек когда у него возникает какой-то вопрос он может обращаться к нам именно для этого мы и созданы управление по делам молодежи это не какой-то обособленная какой-то обособленный орган который там занимается там конкретно своими вот своим делами никто к нам не лезьте а вы также возглавляете очень успешную организацию молодежной ассамблеи народов россии мы россияне все верно я возглавлял ее до момента пока не стал начальником управления хорошо тогда вот в то в тот момент пока вы были председателем этой организации чем она занималась чем она занимается сейчас какие у нее есть проекты успехи победы вот немножко поговорим так как у нас регион многонациональным более ста 10 национальностей и российская федерация чем многонациональная страна нам суть организации заключается в том чтобы рассказывать и знакомить людей с культурой бытом обычаями традициями других народов помимо этого это естественно же национальная политика то есть определенная ее сфера то есть это проведение определенных мероприятий определенно профилактические работы чтобы не затягивать сейчас весь этот разговор основными такими мероприятиями которые вот сейчас можно было бы назвать и который я хотел бы на самом деле отметить это силы россии это был спортивный турнир мы в первый раз его провели в принципе и очень много регионов потом принимал у нас этот опыт мы 4 ноября проводили большой турнир по 10 видам боевых единоборств вот как раз вот по духу олимпо боевых единоборств то что в принципе есть два конкурента но как бы в принципе в спорте все едины все равны и все друг друга уважительно относятся следующий проект большой это мой папа донор моя мама донор он был реализован на средства президентского гранта как раз дали дубаева этот грант и выиграла да она как раз подписал этот проект и еще один такой проект для нас значимый это был проект ульяновск объединяет суть этого проекта заключается он до сих пор продолжается суть этого проекта заключается в том чтобы помогать первокурсникам иностранным студентам первокурсникам когда они только приезжают мы понимаем то что нам точно такая да еще да это а этот проект ориентирован именно ориентирован именно на социально-культурную адаптацию иностранных студентов первокурсников наша задача заключалась в том что проект задач проекта заключалась в том что приезжают первокурсники во первых им кроме университета и их определенного координатора который им помог сюда поступить у них знакомых нет они пока не понимают что происходит в том плане да то есть законопроекты какие законы какие условия традиция действует мы понимаем вот очень интересное наблюдение во время работы деятельности в молодежной ассамблеи народов россии я заметил что чем дальше молодой человек от своей родины тем ярче у него проявляются национальные какие-то определенные традиции обычно начинают очень сильными как-то вот гордиться проявляет все проявлять выносит на передний план это неплохо но это должно быть в меру и как раз вот когда они только приезжали в первую очередь мы проводили фокус-группу чтобы понять какие у них ожидания чего бы они хотели о чем они думают как бы не хотели проводить свой досуг какие с какими проблемами они уже столкнулись чтобы уже дальше понимать как нам с ними работать вот следующие уже мероприятия были направлены на то чтобы познакомить их с историей нашего края то есть них водили в музее проводили для них небольшие лекции об истории ульяновской области и россии в целом о народах рассказывали рассказывали традициях и культуре которые у нас сложилось веками и соответственно вели с ребятами беседу о том что да вы приехали сюда да у вас есть своя культура есть свои традиции у нас есть определенные мероприятия механизмы и инструменты через которые мы можем вам помочь вот показать всю красоту вашей культуры но в первую очередь каждый из вас должен понимать что если вы приехали в другую страну неважно в ульяновской области российскую федерацию или белоруссию в какую-то другую страну не имеет значения как только любой человек выезжает за предель за пределы своего государства даже здесь вот если ты выехал за пределы своей республики ты уже не являешься представителем конкретно себя ты уже представляешь целый народ целую гуну конечно к и соответственно получается что по тебе судят всех остальных и когда ты приезжаешь то ты должен уже думать в первую очередь не о себе а о том кто после тебя там своем народе да даже когда мы земляки приезжали студенты поступать я всегда об этом говорил то что в принципе вы отучитесь когда вы уедете только после вас приедет должен уже ему должно быть легче потому что вы должны оставить после себя такое приятное впечатление чтобы человек который с вами познакомился первый раз увидел там условно говоря стену он сказал о я знал такого человека хороший человек вот но это прекрасная задача аланс скажите кто сейчас возглавляет эту ассоциацию функционирует ли она здесь да конечно же молодежная ассамблея продолжает функционировать руководителем ее на данный момент является рамазан никомамаев дарья дубаева также продолжает работу она является заместителем председателя молодежной ассамблеи народов россии помимо всего она является руководителем и ресурсного центра который нас был создан при молодой с вашим ходом ничего не поменялся с ассамблея продолжать до основная задача ассамблея было не в том чтобы она за завязывалась на людях на руководителях в том чтобы она была как раз вот те проекты которые там были запущены чтобы не работали всегда то есть независимо то какой человек придет поэтому от моего ухода там абсолютно ничего не изменилось но это прекрасно вернемся к молодежи города какие на сегодняшний день в ульяновске функционирует молодежное объединение ну конечно молодежных объединений с очень много на самом деле да но если останавливаться на самых таких вот большие они естественно же являются областными но по большому счету они осуществляют основную деятельность в городе территории города это естественно же российский союз молодежи конечно же волонтеры победы волонтеры медики это и вот как раз городской ученический совет руководителем которого я недавно познакомился очень такой активный идейный парень молодец прям очень город на знакомство с ним и сейчас ним продолжаем работать соответственно конечно же это поисковые отряды их молодежные крылья с которой мы работаем вот совсем недавно мы помогли им с в рамках нашей программы с материальным техническим обеспечением они уехали на разведывательно-поисковые мероприятия вот в нижний новгород или до в нижний новгород если не ошибаюсь вот так что с ними сотрудник сотрудничаем очень так тесно и плодотворно прекрасно как их найти кто в них может прийти какой возраст ну смотрите у нас молодежь 14 до 35 лет найти до официально найти их очень легко они настолько активно что на любом мероприятии нашего города вы можете физически каждого представителя этих организаций найти но помимо этого конечно же в социальных сетях у них у всех есть группы если вдруг сложилась какая-то невероятная такая вот ситуация и вы не нашли их условно говоря не на мероприятии не в социальных сетях то можно просто обратиться к нам в управление и все контакты получить и получить все контакты тут проблем нет прекрасно алан как вы можете назвать никак а кого вы можете назвать поименно как пример на кого можно равняться либо в учебе либо в искусстве либо в творчестве вот если в городе какие-то такие вот прям звезды молодежи о которых стоит сказать и вот давайте их сейчас вот упомянем на безусловно определенно у нас есть люди на которых стоит равняться и есть очень много таких вот если брать спорт то это конечно иван шпиэт если говорить о работе с молодежью то и сергей николаевич терехонь конечно же да то есть я говорю именно о тех людях которыми с которыми вот конкретно сейчас работаем именно в том плане что они на передовой с молодежью до людмила князькова кристина антонова конечно же то есть ребята которые она и тогда самоотверждение да именно даже вот в условиях пандемии они развили работу естественно же если там мы будем говорить о каких-то других направлениях то ребят очень много и на самом деле очень важно даже сейчас мы запускаем проект где мы хотели бы именно вынести вперед лица вынести вперед лица нашей молодежи то есть в каком что это значит это значит что именно показывать ребят которые на которых стоит равняться но это не только те представители которых я сказал но очень важно сейчас понимать то что на наших предприятиях трудится очень много ребят молодых специалистов которые работают на предприятиях и они являются примером они являются отличниками работы и вот хотелось бы чтобы их тоже знали именно с этой целью мы сейчас создаем еще и городской совет работающей молодежи то что для нас это важно взаимодействовать с этой категории ребят и вести работу с ними прекрасно в области существуют формы поощрения молодежи в виде занесения их имени золотую книгу почета молодежи золотую доску молодежи в городе если есть какие то вот такие вот формы поощрения именно молодежи да у нас есть конечно же и этот ну наверно благодарственные письма какие-то это благодарственные письма и грамоты соответственно конечно же есть ну вот у нас создан еще кадровый резерв это как раз один из инструментов поощрения то есть до необходимо именно проводить какие-то какую-то определенную работу чтобы знали ребят но помимо этого у нас ведется работа еще чтобы заводить этих ребят наш кадровый резерв молодежный который недавно сергей сергеевич панчин тоже озвучил и включать их в наш кадровый резерв чтобы дальше как бы рекомендовать их на вакантные должности чтобы они у нас работали продолжали свою деятельность на территории нашего города никуда не уезжали вот поэтому мы с ними работаем естественно же есть городская доска почета до на которой также заносится и самые такие молодежь тоже представители конечно представители молодежи тоже а как я уже говорил 2020 год объявлен годом молодежи в нашем регионе какие новые проекты в связи с этим запланированы городским управлением по делам молодежи до двадцатый год у нас объявлен губернатором львовской области сергей раньше морозом годом молодых соответственно мероприятий готовится очень много нужно понимать то что год молодых у нас ведет на территории области дирекция года молодых на специально созданы как раз для реализации мероприятий которые будут проводить и проводятся уже в рамках этого года молодых и соответственно же мы совместно с ними работаем над мероприятиями которые реализовываются и вот сейчас совсем недавно мы провели кинопаркинг в рамках дня молодежи и года молодых следующие такие большие мероприятия конечно же мы планировали определенную провести форумы провести очень много семинаров но обстоятельства в зеленый словах пандемию нам пришлось все переформатировать очень много сейчас мы ушли в онлайн формат проводим очень много мероприятий но сейчас основные мероприятия которые мы хотим провести они должны пройти в рамках ночи молодых которые сейчас что переносится на сентябрь вот и совместно с павла с андреевым мы будем готовить эти мероприятия это и ночные забеги это соответственно же я так понимаетесь да сначала ночной мэрии ну нужно понимать то что еще паш андреев является и руководителем дирекции года молодых поэтому да здесь можно сказать что и с ночной мэрии из дирекции году молодых управление по делам и тесно между собой сотрудничать конечно вот совсем недавно был открыт штаб молодых насколько вам известно и в этом штабе есть основная идея то есть она заключается следующем чтобы все наиболее активные организации нашего города собрать в одном месте и взаимодействовать потому что на самом деле не имеет значения в какую организацию ты входишь если ты работаешь в молодежной сфере да конечно там у каждой организации свое направление свое своя сфера но основная эта задача заключается в том что ты работаешь с молодежью и поэтому все организации естественно же работают сообща потому что мы все понимаем что мы работаем для людей в первую очередь делайте одно дело к не делаем одно дело до с какой бы стороны с какой бы в какую бы сферу не заходил общественной организации профиль надо вот поэтому что в штабе молодых мы как раз объединили наиболее такие активные организации ведем работу вместе с ними и соответственно продолжаем свою деятельность и конечно же да мы очень тесно сотрудничаем со всеми молодежными организациями и здесь вот как раз сходя из этого и в рамках года молодых тоже будет проведены мероприятия и ночь молодых и дальше наши формные компании которые мы планировали мы очень надеемся что у нас удастся их провести осенью осенью когда уже будет послабление и как раз ограничения будут снять до сняты и провести их в оффлайне но это прекрасно алан давайте немножко поговорим о вашей семье где вы родились и кто ваши родители я родился в северной осетии в селе ничкова с 9 месяцев я рос с бабушкой она меня воспитала то есть до 17 лет я прожил с ней всю свою жизнь то есть до сегодняшнего дня все что происходит в моей жизни все какие-то определенные решения всегда воспринимаю ну принимаю через призму ее каких-то определенных принципов которые назову меня заложила у меня ну естественно же как бы для меня она отец мать друг самый лучший то есть этот человек с которым я всегда всем делился естественно же кроме драками в школе потому что эта информация его лишнее но я бы не сказал что я часто дрался давно ну конечно никто никто от этого конечно не выходил вот поэтому вот если говорить о семье то помимо всего конечно бабушка это святое то есть это ваш такой друг советчик для меня это самый главный человек моей жизни и это бесспорно то есть и отец и мать знают и все понимают то что для меня бабушка это человек который меня воспитал который сделал меня таким какой есть на сегодняшний день и я безмерно и в этом благодарен со стороны матери у меня брат и сестра со стороны отца у меня два брата и сестра поэтому я на год я прям безмерно их всех люблю у меня как раз двое братьев и сестра учились здесь жили вместе со мной сейчас они уже уехали вот я хотел как раз просить как вы оказались в ульянске это такая история прямо на самом деле когда я заканчивал учебу вставал вопрос то есть куда мне поступать ну естественно же предлагали что давай будешь поступать в северостинский государственный университет помимо всего прочего я тогда еще в школе танцевал в районном ансамбле и раф так интересно их танцев и история была такая что я должен был поступить северостинский государственный университет и дальше продолжать танцевать в одном из ансамблей уже республиканских попробую туда попасть в нашей республике вот но я подумал что если я поступлю в сети это в принципе все родственники рядом естественно же будут определенные какие-то там если я буду танцевать то будут определенные поблажки в учебе я в первую очередь хотел чтобы все мое внимание все мое время было сконцентрировано только на учебе и я решил что я не хочу продолжать учиться в сети я хочу уехать куда-то подальше вот и так получилось я вот не знаю каким то таким вот волшебным образом что у меня на руках оказалась книга ульянского государственного университета для быть абитуриентов находясь там в осетях находясь в осетях я увидел там российско-американский факультет то ждал узнал все про этот факультет и мне очень понравилось я захотел поступить естественно уже после долгих уговоров и разговоров с бабушкой с отцом с матерью я приехал поступил и в итоге остался жить здесь меня уже конечно скрипя сердцем родители привезли сюда уже все когда уже вот все поступил оставляли уже вот как бы вот здесь ты живешь там университет все родителям давалось очень сложно но я был очень счастлив понимает то что я нахожусь в городе где не знаю ни одного человека абсолютно ни одного человека где я вот чем же счастье ну я знал то что вот сейчас у меня впереди пять лет жизни которые я за которые я должен сформировать сам себя без какой-либо помощи без чьей-либо помощи это для меня был определенного рода вызов когда я должен был поработать над собой так чтобы не ошибиться когда из нуля сделать себя с нуля сделать себя с нуля то есть попробовать вот то на что я способен такой серьезный показатель и пример кстати тоже для нашей молодежи может быть может быть да но на тот момент мне было это очень интересно и у меня было не было там когда родители приезжали типа давай купим тебя телевизор радио глины ничего не нужно я буду только учиться все такой вот в итоге уже через год круг знакомств конечно же расширился очень много таких вот знакомых появилось после этого я познакомился с азербайджанской диаспорой скажем так где там ну просто в ходе разговора получилось так что им нужен был танцор меня спросили умеешь ли ты танцевать нам нужно лесгинку принесли огурну вроде так немного умею вот и после того как я станцевал получилось так что мы закрутились его я начал погружаться в этот мир и узнавать то что есть общественное национальное объединение то что они ведут свою деятельность работают со своими земляками работают с местным населением то есть ведут определенную работу и мне стало интересно где же наша организация то есть наше объединение в итоге оказалось что ее нет и я решил что если ее нет значит я нужно создать но это прекрасно вот и вот так появилось молодежно-осетинское объединение и шикарная алан мы можем тогда сказать что танцы это ваше увлечение вашу фобия не что это ваша какая-то такая другая сторона самовыражение себя да конечно танцы это мы такое даже скажем так в одно время это было даже инструментом для выживания потому что когда я жил вот здесь во время учебы мне было всегда стыдно звонить домой просить денег как-то вот ну как взрослый мужчина позвонить домой скажет вышлите мне денег поэтому взрослый мужчина это сколько лет было на там уже 17 18 лет приехал я в семнадцать но от 18 19 до 21 как раз и в итоге я танцевал на свадьбах преподавал у меня была школа школа танцев до ложного танцев где преподавал вот как раз недавно кстати я опять возобновил возобновил эту работу до работы в управлении по делам молодежи я как хобби после первой основной работы ехал к ребятам и преподавал в городе есть такие люди которые сейчас я закрыл ее потому что же вообще не хватает времени конечно вот ну вот но раньше желающие были занимать конечно даже сейчас очень много людей звонить спрашивает это когда вот школа будет работать тогда я говорю пока извините но я не знаю когда это произойдет да пока что вот реально все время уходит только на работу и в принципе в принципе я думаю что из воспитанников кто-нибудь может быть продолжить продолжит эту работу ну будем на это надеяться а в заключении нашей программы часто я своим героем на задаю вопрос про любимые топы книг музыки сериалов вас сегодня хочу спросить про топ 5 ресурсов или пабликов для молодежи которые вы можете порекомендовать для молодежи в первую очередь на самом деле я бы порекомендовал больше следить за новостями молодежных общественных объединенных это самое главное вот и исходя из того что мы перечислили их очень много то это естественно нужно следить за всеми за всеми ними конечно же следить за проектами которые реализуются молодежным министерством также следить за мероприятиями которые проводят а дирекция года молодых ночная мэрия у всех них есть социальные сети сайты конечно конечно управление по делам молодежи я считаю что это не будет лишним как раз они очень часто дают информацию необходимую для молодежи и все самые интересные ссылки все самые интересные паблики которые можно бы посетить они всегда делают на них ссылки и там же внутри определенных постов когда они выкладываются их можно найти ну естественно же это ресурсы если брать федеральные то это росмолодежь где все интересные проекты да то есть это форумных компаний и так далее там ну я думаю что здесь никто не ошибется если зарегистрируется будет пользащими ресурсами алан я благодарю вас за сегодняшнюю беседу а нашим уважаемым зрителям напоминаю что сегодня в гостях телепроекта гость студии был начальник управления по делам молодежи администрации города ульяновска алан загоров оставайтесь с нами нам всегда есть что вам рассказать а